рубалтик ru итоги недели здравствуйте дорогие друзья в эфире у нас итоги недели и я алексей гусев сегодня мы поговорим с моим гостем станиславом бышком поговорим на тему украины на тему прошедшего саммита украина и с и на тему возможных досрочных президентских парламентских выборов все это возможно все это вероятно опять мы возвращаемся к этой теме напомню нашим уважаемым слушателям что 11 12 июля этого года на украине в киеве прошел саммит украина ес в ходе которого ну который завершился с можно сказать скандалом потому что обе стороны не сумели прийти к консенсусу и выпустить финальное заявление станислав олегович скажите пожалуйста что ж там все таки случилось почему не удалось украине ес опять договориться на самом деле договориться удалось по крайней мере в том чтобы дружить против россии а что касается непосредственно вот того детали я сделал детали как известно о которой не удалось договориться это речь шла о признании или не признании некоторых таких дальнейших евроустремлений украины то есть украина хотела чтобы в этом итоговом документе присутствовало то что европейские партнеры украины поддерживают ее дальнейшее стремление на обхождение в евро структуру но и в перспективе мира парламента соответственно это было отклонено с чем это было связано а это было связано в честь не прочего с референдумом который более года назад прошел в нидерландах а референдумом касался подписания или не подписания нидерландами в своей части вот этой вот евро ассоциации потому что мы знаем что так называемая ассоциация украина с ес она предполагает ратификацию не только со стороны украинского парламента но еще со стороны национальных парламентов всех стран евросоюза и вот нидерланды были единственной страной где собственно ряд политических сил вынес этот вопрос на не только парламентское голосование но и на голосование непосредственно в виде референдума и большинство людей которые участвовали в референдуме они высказались против того чтобы нидерланды ратифицировали этот договор а в итоге в течение года где-то шел торг то есть насколько руководство нидерландов следует прислушиваться к мнению народа или все-таки прислушиваться к мнению условно говоря там направляющей значит направляющей партии которая заседает в брюсселе и в итоге все-таки решили пойти на следующий компромисс подписали все-таки нидерланды последняя страна евросоюза подписали со своей стороны договор о артификации этой евросоюза украины но в своей редакции своего договора они там подписали что мы поддерживаем евросоюза украины но при том условии что украина никогда не станет даже кандидатом члены члены ес соответственно вот с этим вот условием было подписано со стороны нидерландов это евроассоциация ну очевидно что украинские политики думали что это ничего не значащая какое-то такое бумажка и в итоге вот нынешняя такая конфликтная ситуация когда европейские партнеры украины отказались этот пункт включать в итоговую резолюцию а евро европейских стремлений украина соответственно это просто отголосок референдума годичной давности который в общем-то свою роль продолжает оказывать и в общем-то очевидно что украине дали понять что ее для внутреннего скажем пользования украинцев конечно украинской власти может говориться что угодно относительно перспектив вхождение в евросоюз но с точки зрения самих непонятных людей которые этим евросоюзом управляют ну в общем-то вполне небосмысленного то есть получается что все таки именно голландия стала таким шлагбаумом для украины действительно прошел референдум 61 процент участников высказались против вхождения украины в ес но тем не менее сейчас все таки по итогам этих трех лет что украина даже трех с лишним лет со времен вильнюсского саммита с которого я напомню начался евромайдан за это время вот потребовалось три с лишним года для того чтобы эта ассоциация все-таки была подписана ассоциация подписана но ассоциацию подписали ведь многие многие другие государства даже те которые географически не находятся в европе все же в отношении украины подписание ассоциации с ес можем ли мы это назвать шагом вперед в отношении возможного членства вес для украины или все таки это такая своеобразная опять же политическая дипломатическая игра это прежде всего конечно политическая игра и просто для самого евро секса сейчас принципиально сохранить те страны которые там еще остались то есть чтобы за великобритании которая после опять же референдума начала процедуру выхода и евро секса чтобы там другие страны не последовали потому что например в тех же нидерландах как и например во франции евро сексические настроения сильны то есть например в середине двухтысячных годов была идея вообще для всего евросоюза сделать единую конституцию и были проведены референдумы как раз в нидерландах и во франции которые ну большинство голосов отвергли эту единую конституцию а так бы еще в общем то если бы не эти две страны мы может быть жили бы с немножко другим евросоюзом у наших границ но возвращаясь к вашему вопросу действительно нет никаких оснований предполагать возможности теоретического членства украины в евросоюзе и нужно понимать что действительно во первых вопрос по безвизову въезде евросоюз никак не соотносятся с вопросом членства в евросоюзе потому что допустим такая качество примера наверное такая экзотическая страна как уругвай например имеет безвызовый режим с евросоюзом но это ни о чем не говорит что касается договора об ассоциации с ес то он очень красиво оформлен и это все сопровождается красивыми этим флагом евросоюза но опять же никак это не говорит о возможности членства в евросоюзе и вот тот договор 500 страничный который никто не читал почти по ассоциации украины с ес на самом деле если разобраться то там где-то первые пять страниц которые очевидно все таки люди осиливают эти первые пять страниц это действительно такие общие слова про за все хорошее против всего плохого то есть за верховенство закона за демократию соблюдение прав человека и так далее а все остальные 495 страниц это технические регламенты которые украина ну и любая другая страна которая подписывается с евросоюзом обязана соблюдать для того чтобы получать достаточно лимитированный кстати выход на европейские рынки то есть вообще говоря договор в евросоюзе это не а не такие такой договор между равными когда одна и другая сторона берут на себя какие-то примерно равновеликие обязательства это скорее договор такого одностороннего характера то есть когда одна из стран которая подписывает этот договор обязуется соблюдать там целую кучу регламентов там технических и прочих со стороны евросоюза а евросоюз всего-навсего обязуется давать немножко больше возможностей для товаров которые поставляет эта страна для их размещения на европейских рынках разумеется не гарантируя что европейцы все товары скупят помимо вопроса о членстве в евросоюзе который конечно же был заглавным вопросом в саммите украина ес также обсуждался обсуждалась и проблема донбасса скажите пожалуйста удалось европейским политикам и украинцам достигнуть какого-то консенсуса по этому вопросу сказали что то новое ничего нового сказано не было и но с другой стороны я думаю что консенсус такой который который о котором никто из официальных политиков слух не говорит но я как человек не являющийся политиком и не являющийся представителем официоза могу сказать консенсус по факту конечно состоялся консенсус заключается в том что де-факто донецкая и луганская народные республики являются независимыми территориями и де-факто ответственность за их дальнейшую судьбу лежит на россии уже сейчас мы видим что республики пришли на рубль уже сейчас мы видим что республики экспортируют то что они производят то есть начиная от угля и заканчивая там металлургической промышленности в россии мы понимаем что есть уже договоренности о взаимном признании дипломов есть уже определенные молодежные программы когда молодежь едет там стажироваться скажем в россию или беларуси тоже по там ряду программ то есть по факту несмотря на то что на официальном уровне все будут говорить украинские политики про то что территория оккупирована россией мы хотим забрать донбасс обратно донбасс просто спит и видит что чтобы он вернулся в состав матери украины на самом деле просто я понимаю что это внешне конфигурации это маловероятно и также все понимают что а киеву нет никакого дела до того как там живут те миллионы людей которым остались также все понимают что россия по факту просто взяла на себя такую благородную роль ну скажем так помощника и страны которые обеспечивают собственно жизнедеятельность и пересмутных ну вот порошенко достаточно провокационную вещь заявил он сказал что следующий саммит украина ес пройдет либо в донецке либо в крыму вообще что что за этими словами как это можно понять у нас саммиты украина ес вообще проходит достаточно регулярно едва ли не ежегодно вообще чем руководствовался порошенко делая такое заявление ну ничем не руководствовался это же ну никто же не будет порошенко за извините за неправильное скажение балабойства призвать к ответу никто не будет соответственно это такая можно назвать это такой шуткой не очень умной стороны порошенко либо бравадой хотя в общем то его положение наверное какая-то права да не лучше форма поведения но понятно что этого никогда не будет понятно что вот эти шапкозагидаревские настроения в общем то они даже постепенно сходят на нет самой украине но порошенко там ряд других политиков порой их прорывает что называется и они рассказывают о каких-то перспективах там силового решения донбасского опроса опять же не углубляясь в подробности что это вообще значит а понятно что вот попытки назвать то что происходит сейчас в республиках возглашенных донецкой луганской некой российской оккупации понятно что одна из причин почему все-таки настаивают на такую формировку это потому что ну неприятно же осознавать что какая-то часть твоей страны скажем так не хочет жить с тобой вместе в рамках одного и того же государства а часть этой страны хочет жить в составе другого государства то есть это все тоже есть какие-то такие вот общепоэтические рассуждения есть там какая-то популизм который там если порошенко использует а есть еще ну такая вот достаточно серьезная часть ну если угодно обиды потому что мы не хотим признавать что вот не хотят сминиться на государстве поэтому соответственно давайте-ка мы не хотим фактор россии педалировать кстати можно провести такую параллель собственно и с голосованием скажем в Великобритании по выходу из Евросоюза или выборами Дональда Трампа в Союзном штабе тоже вот эти идеи о том что там Россия что-то построила это в значительной степени отказ принимать реальность такую какую он есть и отказ признавать что собственно вот у простого народа если угодно а есть своя точка зрения которая отличается от точки зрения элит ну действительно ну тем не менее политик политикам стоит все-таки быть более осмотрительными потому что фразу про пулю в лоб от господина Яценюка мне кажется вспоминают до сих пор и вспоминают уже давно достаточно иронично в смысле и следующая тема которую стоит обсудить это конечно же наряду с ЕС Украина украинские политики в течение этих трех лет постоянно повторяют про стремление Украины вступить в североатлантический альянс в НАТО и за счет НАТО в том числе решить свои территориальные проблемы территориальные вопросы хотя в уставе НАТО прописано что страна которая вступает в этот альянс она не может иметь никаких территориальных претензий если как вы сказали сейчас перспектив вступления в ЕС у Украины нет то как дела обстоят с НАТО? Ну с НАТО дела тоже обстоят ни шатка ни галка просто здесь нужно понимать что при желании устав НАТО можно переформулировать это же не священная корова но собрались специально для Украины теоретически все члены альянса и Соединенные Штаты как главная собственно единственная существенная страна в этом альянсе рекомендуют странам проголосовать за изменение устава НАТО это можно сделать но другое дело что делать не будет просто потому что нужно понимать что несмотря на то что исторически ну и сейчас такая же ситуация Блок НАТО был создан для держивания России на Европейском пространстве но не для войны с Россией нужно понимать то же самое если предположить теоретически фантастическую историю вступления Украины в НАТО то соответственно ну расширять свою структуру за счет страны которая потенциально может спровоцировать войну с Россией с великой державой с ядерным оружием и так далее но собственно для чего это нужно НАТО не существует чтобы воевать с Россией по крайней мере напрямую и в этом смысле вхождение Украины в НАТО но собственно оно для самого НАТО было бы достаточно неприемлемо это было бы как минимум обуза как максимум смертельно опасно но с другой стороны поскольку в современной мировой конфигурации в отличии даже от конфигурации холодной войны нет третьего пункта то есть пункта не присоединившихся государств которым воспользовались например в аварии холодной войны Югославия которая была хоть и коммунистическая но при этом она не входила в блок Варшавского договора были еще и скандинавские страны которые кроме Норвегии соответственно тоже были вне военных альянсов сейчас к сожалению ситуация в последней мировой холодной войны ухудшается потому что сейчас европейские страны не дают по большому счету не дают все меньше и меньше возможности оставаться нейтральными и в этом смысле конечно Украина не будет членом НАТО но то что будут совместные какие-то учения которые уже проходят в НАТО совместные программы это фактический факт то есть в любом случае понятно что мы не можем представить в обозримой перспективе чтобы Украина скажем вступила в ОДКБ а куда вступать ей нужно поэтому соответственно остается остается НАТО то есть здесь понятно куда она никогда не вступит но по крайней мере она выйдет вместе близко к НАТО она в любом случае вектор собой выбрала Украина нравится нравится нам этот сектор или не нравится конечно нам и не нравится но просто поскольку повторюсь мы не можем предложить Украине что-то на что бы она согласилась ну помимо капитуляции и России перед Украиной там сдачи территории и так далее поскольку мы на это не пойдем а Украине еще другого не нужно то соответственно она будет держать с НАТО против России ну вот альтернатива вступления Украины в ОДКБ конечно видится еще более фантастической и сейчас на Украине остается достаточно протестное настроение мы видим что в столице в городе Киев и в других городах проходят те или иные митинги протеста в том числе связанные с экономической ситуацией в стране и политики в том числе самого высокого уровня уже не раз в украинских мифт в частности в украинской правде говорили о том что есть вероятность того что пройдут досрочные парламентские и президентские выборы вообще действительно есть ли такая вероятность если есть эта вероятность то есть кто сейчас самый популярный политик на Украине мы знаем что рейтинг Порошенко невысок но если не Порошенко то кто главный его конкурент начну с конца главный конкурент Тимошенко мы понимаем что Тимошенко в общем то тоже политик прозападный и в конце концов если случится чудо и Порошенко не изберется на второй срок и изберется вместо него Тимошенко то курс Украины от этого абсолютно никак не изменится он будет точно таким же что касается всего остального то в принципе для украинской политики даже еще времен гораздо более спокойных времен Луковича и Ющенко а в принципе идея импичмента идея досрочных выборов она так где-то раз в полгода вот она так всплывает и кто-то даже к ней начинает готовиться там начинают такие питинги проводить потом как-то спадает но иногда реализуется иногда реализуется действительно но зачастую не так как хочется тем кто изначально это вот если говорить про нынешние реалии то если мы берем досрочные выборы скажем президентские то при всей непопулярности Порошенко во-первых у его основного конкурента основных его конкурентов в общем то тоже популярность одной стороны невысокая а другой стороны высокий антирейтинг но у Порошенко есть помимо всего прочего административный ресурс которого нет у его конкурентов поэтому при прочих равных я скажем самый такой реалистичный для меня сценарий досрочных выборов это во второй тур выходит Порошенко и Тимошенко и соответственно Порошенко со счетом ну условно говоря 65 на 35 Порошенко выигрывает то есть это практически дежавю практически 14-го года дежавю да и кстати говоря одна из причин почему Порошенко не идет на реальную экономизацию или федерализацию Украины это именно та что если он даст больше полномочий в том числе финансовых полномочий регионам то у регионов вполне возможно появится ну что называется своя партия регионов 2.0 если угодно которая просто выдвинет своего кандидата который не будет зависим от Киева потому что регионы будут меньше зависим от Киева в том числе в том что касается налогов которые они оставляют у себя Порошенко это не хочет и но эта история с торпедированием регионализации она объясняется совершенно другими вещами тем что если мы дадим больше полномочий регионам то мы этим самым спровоцируем сепаратизм смотрите у нас атака проблемы значит и остальные регионы начнут отделяться ну и не будут они отделяться и это такая ну достаточно чепуховая на самом деле отговорка которая конечно в условиях скажем нынешних информационных условий украины она в принципе населением воспринимается скорее положительно скорее как правда но на самом деле конечно там совершенно другие для этого есть основания которые я сказал и последний момент по поводу протестных настроений здесь тоже нам нужно понимать что непопулярность Порошенко и протестное настроение в адрес Порошенко они к сожалению для нас не конвертируются автоматически в пророссийские настроения вот в чем дело то есть это не два таких-то общающихся способа где вот если я не люблю Порошенко значит я люблю Россию Путина и наоборот совершенно не так к сожалению то есть и насколько я понимаю вот такая одна из одно из доминирующих настроений сейчас украинского населения это то примерно следующее обусловленное там многими факторами самые действиями СМИ и так далее общая экономическая ситуация прям такая что значит Порошенко пришел обещал нам светлое будущее будущее не настало Европе мы не нужны а Россия значит которую мы считали братской страной нас напала и отобрала нас Крым или Донбасс какие мы несчастные никто нам не помогает примерно вот такое я так понимаю общее настроение вот такого среднефинетического среднеукраинского избирателя ну как-то вот очень все грустно на политическом небосклоне Украина если опять Порошенко и Тимошенко остаются то получается что никаких новых фигур на политическом поле может быть есть какой-то еще оппозиционный растущий политик или какие-то пророссийские силы ну условно конечно пророссийские на Украине наверное их не так много но есть ли вообще что-то такое что российскому зрителю российскому политологу было бы ну зачем было бы интересно понаблюдать есть ли какие-то новые растущие политические силы на Украине В недавнее время было интересно наблюдать за Савченко Савченко но в последнее время надежда Савченко как-то сошла на нет ну за счет того что она вообще изначально не была политиком ее сделали политик как украинские СМИ когда она сидела в заключении здесь в России и в общем-то из нее вылепили такую украинскую Жанну Дарк которая вот только-только выйдет из темницы московской тут же значит вернется на Украину наведет там порядок и делает потом она стала говорить да потом она стала говорить и стала говорить то что она на самом деле думает а не то что ей приписывали значит журналисты и политики в том числе и Юлия Тимошенко которая первым номером сделала в своем списке партии Бескивчина и собственно партия Бескивчина тогда существенно набрала рейтинг а она еле-еле прошла как раз еле-еле да тем не менее она могла вообще не пройти но за счет того что Сашенко тогда была таким фигурой номер один украинской политики не выдача политикам и не говоришь о тех вещах которые ей приписывали тем не менее она прошла сейчас поскольку Сашенко как-то пошла на них хотя я думаю что она еще будет политически всплывать в качестве такого политического киллера такого политического тарана в принципе сейчас действительно я с Вами согласен не очень нам нужна такая ситуация на Украине потому что скажем так последние честные выборы последние условно честные выборы в Украинском парламенте которые были в 2012 году тогда был огромный росток партий огромный росток кандидатов и ярких разных программ разных ориентаций западные и с теми и с другими и с теми и с другими и так далее это сейчас очень политический ландшафт Украины поребел европейский такой европейский антироссийский консенсус практически во всех партиях существует кроме оппозиционного блок он находится под очень плотным контролем и в общем там шаг вправо шаг вплево это значит копыка бедств и расстрел Санислав Олегович одна минута у нас остается и я очень хочу вам задать один вопрос который подытожит нашу программу все-таки досрочные выборы состоятся или не состоятся Ваш прогноз досрочные перевозки выборы не состоятся скорее всего досрочные выборы вполне могут состояться и кто бы в них не победил большинство будет проевропейское и антироссийское затем будут скорее всего срочные выборы президентские на которых во втором туре Порошенко победит Смашенко ну что ж будем наблюдать сбудется ли прогноз нашего уважаемого эксперта с вами был Станислав Олегович Бышок эксперт журналист автор многочисленных публикаций и задавал ему вопросы Алексей Гусев спасибо вам большое Станислав Олегович спасибо спасибо вам до свидания до свидания РУБАЛТИК РУ Итоги недели